итак друзья всем привет сегодня 28 ноября 2023 года что друзья я приехал на пасеку сейчас занялся работой я вчера в общем начал резать заготовки для наших нуклеусов в общем я в течение дня все порезал комплектацию делаю 50 нуклеусов как бы в перспективе сделать заготовки как бы доски порезал в общем а сейчас чем занимаюсь так вот это у нас получается боковые стенки и такая же планка осталось в комнате днище будет она такая же сейчас делаю паз для рабочек пазы и потом здесь еще нарежу тоже на станке куда бы оставляться перегородка в общем здесь деление вот кормовой отсеке не будут находиться ран сейчас станок я настроил приподнял до нужной величины и захват определенный все уже отрегулировал уже начал пилить и все сейчас это вот все полностью здесь я 100 заготовок таких нужно 100 стенках сделать паз ну деле пополам 50 нуклеусов в общем ребята вот смотрим структура дерева вот так вот получается а паз сделать нужно вот с этой стороны ну это так во всех книгах пишут наша доска была вот узором а так наружу полукруг вот так беру вот и все готова в общем что друзья будьте осторожны соблюдайте технику безопасности ни в коем случае руки не суем под ножи вот здесь брусочки у меня которые остаются я аккуратно с этой стороны и бросает туда не склада никуда пусть они валяются закончу работу все соберу уберу подберу все а что бегать собирать брусочки куда-то отдельно терять времени не стоит в общем вот так вот работаем будьте осторожны и так ребята продолжай работать сейчас мне нужна вот такая прорезь для перегородки перегородку вот у меня в моем случае из двп и надо чтоб она входила у меня можно фанерку без разницы как и делаю вот этот паз нож у меня тонкий если вот ножи бывает широкие то можно за один проход сразу сделать паз до за один проход я делаю я тонкий нож и ничего не входит я прорезал на один раз это уже на второй раз здесь чуть-чуть увеличил расстояние и делаю второй рез и дело так вот получается все вот так вот я уже тут уже видите двп входит прекрасную главное что ребята не попутать прорезь делается на одной стороне с одной стороны левой и до правой с другой стороны видите как то так вот получается а если вот повернем то все уже тут совпадает будет совпадать у меня уже только не путать не путать левое и правое это отдельные идут если вы все одинаково на одной стороне нарежем то у нас уже может получиться вот таким образом видите это не есть хорошо двпшка видите неровно будет это левая это правая я вот так определяю вот где вот этот паз на себя делаю это вот 8 вода а если вот этот паз делать туда то другая сторона вот и все а это уже вот эти пазом в ту сторону делаю все готово здесь вот немного бывает остается не прорез вот так что песочкой раз все вылетела готова ну вот один я собрал уже скрутил вот такой получается ну вот перегородка кормовой отсек и сейчас в общем что делаю перо на 25 и и первое отверстие доски ну вот здесь я все вымерю и вот таким образом сверлил вот так просверливаю не до конца переворачиваем и досверливаю с этой стороны почему делаю так да потому что если сверлить полностью то здесь вот задиры вырывает как бы вот так получается лучше все ничего здесь не было вот так вот все отлично таким образом сейчас буду готовить уже все отмерил буду просверливать потом буду сверлить отверстие для саморезов и собирать потихоньку буду сейчас для саморезов я сверлю дырочки задней стенке и в передней вот так вот сразу две доски вместе вот все готово сразу две доски вместе с боковушки левые и правые, сейчас в них тоже буду сверлить под саморезы отверстия и потихоньку буду собирать. Ну вот боковушки, тут нужно всего лишь два отверстия, вот они с одной стороны, с другой, также буду сверлить по две сразу боковушки, все это допустим с одной стороны идут, а это уже немножко другие, видите отличия, вот так вот правильно, вот такие комплекты, сейчас при сверлении ничего страшного, неважно правая или левая боковина, все равно внизу нужно вот так вот сделать отверстие и при сборке их не перепутать, вот эти вот левую и правую, чтобы у нас вот это вот, где стоит перегородка, была вот так вот прямо. Желательно сверло вытаскивать на два раза, потому что доски некоторые смоленные попадают и как бы сверло, ну греется сильнее, лучше вытащить вот стружку и снова повторно, все вот так вот ровняю здесь полностью низ, пока и вперед все, ну вот сейчас постараюсь несколько нуклеусов собрать, просвердил все, вот так вот вставляю саморезы, там у меня дома есть кондуктор для сборки нуклеусов, там попроще уже будет собирать, завтра привезу, ну а пока соберу несколько штук без кондуктора, все ровно держу так везде, видите, нигде не выпирает, все ровно подогнуты все заготовочки вот эти вот, все и вот здесь вот самое главное уже вверх, так вот выровнял, чтобы было вот так вот ровно, без завала, вот эта сторона, все вот так оттянул немножко, все, все ровненько, все вот так вот прихватил, низ ровно вот так вот все выровнял, проверяю эту сторону, здесь получилось ровно все, никуда сдвигать не надо, так, ну здесь немножко оттянуть, поджать, все ребята, главное не перепутать при сборке заднюю с передней стенкой, вот где отсек, где будут рамки, он чуть-чуть побольше, а здесь кормовой отсек, он поменьше, сюда будут ставиться три рамочки, ну пока что я займусь сборкой вот этих нуклеусов, ну что будут делать дальше, все это буду показывать, ну опять же вот стоят магазины с нашими рамками, вчера их показывал, вот так вот ващинка, все уже готовое, здесь у меня прибыло уже до потолка, вчера где-то был, я не знаю, до сюда, вчера вечером, как бы, было свободное время, наващивал рамочки, а утром привез, так что потихоньку дела идут, в летний период этим, конечно, будет заниматься некогда, сейчас все это готовим, также остались вот эти вот доски у меня, ну с тем условием я готовил их побольше, в дальнейшем я их буду резать на магазины, ну так же вот на станке все, все вымерю, так же сделаю упор, так что вот, ребята, станок, я немножко переделаю потом, вот здесь вот есть отверстие, вот резну в станке, четыре, на саморезы я с шайбами посадил, и никуда не девается, в дальнейшем я этот отрезник поставлю вот сюда подальше, чтобы мне было проще уже резать вот эти вот доски для магазинов, настрою на боковушку, или еще на какую там длину, и буду резать, без всякого лазера, так что у кого такие станки есть, вот обычная доска, прихватил, а там по доске уже ставим упоры на саморезы вот тут вот, саморезики и все, ну вот так, друзья, время подходит мне к концу, где-то к четырем часам, сейчас я буду собираться домой, кому, друзья, со мной было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем внизу на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале, и так же подписывайтесь на канал Дзен, на рутуб, все ссылки внизу, и наша продукция, все ссылки там же, внизу, всем, друзья, пока, и до встречи в моем канале, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok